Это парламентский дневник. Я Елена Крылова. Здравствуйте. Жаркие споры в минувшую среду на президиуме Верховного Совета Хакасии вызвала тема банкротства Хакасгаза. Напомним, предприятие пойдет с молотка и перспектива газоснабжения в республике остается размытой. Первое, в чем депутаты хотели бы увидеть ясность, каким образом компания, в которую несколько лет подряд вкладывались бюджетные деньги, оказалась на мели. В этом вопросе депутаты предлагают разобраться в прокуратуре. Здесь вопросы о газоснабжении населения, перспективы, цены, оборудование, ТДТП. А собственно процесс этой банкротства организации, как же так, почему полста более чем процентов есть у Газпрома и у Хакасии, почему она банкротилась, к чему это привело, какие будут последствия, какие чисто прямые потери госимущества республики от банкротства, которое пойдет сегодня с молотка за три копейки. Мы знаем, что сегодня оборудование Хакасгаза многомиллионное продается за рубли, за десятки рублей. Из-за банкротства Хакасгаза в республике появилась масса проблем. Заменить его на электричество проблематично. Проводка в газифицированных домах не может выдержать большой нагрузки. Да и люди отказываются пользоваться маленькими электроплитами, как советуют в Минрегионе. Вдобавок и другой путь решения заводят в тупик. Жильцы получили неожиданный подарок. Сказали, вот эти вот газгольдеры стали нашей собственностью, друг. И что они требуют ремонта, а ремонт стоит от миллиона до трех. Сами жильцы высказывают предположение, вряд ли кто-то откажется от купленных газовых плит. Если даже групповые установки опустеют, люди перейдут на баллоны. А в этом есть опасность. Такое же мнение и в парламенте Хакасии. Вот когда этот баллон подзорвется, когда его 15 лет никто не будет говорить, как там называется, не проверял или не аттестовал и так далее, то российские федералы будут говорить им честно, нас не спрашивать будет, почему сгорела, извините, квартира и погибли люди. А потому что этот товарищ в магазине купил баллон 15 лет назад, и он как бы выполнил системы вот его контроля. Школьников Хакасии будут учить управлять самолетом. Авиашкола откроется в Абакане на базе ДОСААФ. Эта идея принадлежит Верховному Совету. Парламентарии подчеркивают, попробовать себя в роли пилота смогут дети со всей нашей республики и из Тувы. Школа будет одна на два региона. Это исторически сложилось, что во время войны здесь, вы знаете, в Черногорске была летная школа, которая подготовила очень большой объем летчиков. Многие из них стали героями Советского Массоюза. Поэтому, что традиции здесь существуют, это абсолютно правильно. Учиться летать дети будут на двух самолетах Як-52 и Ан-2. Машины в Хакасию передает ДОСААФ. Они не новые. Ремонт готовы финансировать с трех сторон. Федеральный центр, Хакасия и ДОСААФ. Очень серьезный разговор прошел. Первые лица, во всяком случае, об этом говорили. И сейчас обозначены конкретные люди, конкретные лица, которые начинают заниматься проработкой деталей. Каким образом и на базе чего создать такую школу. Конкретных результатов депутаты ждут в течение ближайших двух месяцев. Добавим, что дети, отучившиеся в авиашколе, если пожелают свое будущее связать с авиацией, смогут вне конкурса поступить в военные училища России. На финишную прямую вышел конкурс парламентских корреспондентов «Хрустальный барс-2013». В этом году он юбилейный. Победителя назовут в десятый раз. Из года в год конкурс растет. В этот раз за звание лучшего журналисты будут бороться в нескольких номинациях. Лучшего парламентского корреспондента выберут в газетах, информагентствах, интернет-СМИ, на радио, телевидении, а также назовут лучшую редакцию парламентского партнера. Помимо профессионального признания работы журналистов, предусмотрены дополнительные бонусы. Но, как и прежде, обладателем гран-при конкурса статуэтки «Хрустальный барс» станет всего один участник. Заявки уже поступают и стоит поторопиться. Прием закончится 21 ноября. Такой выдалась эта парламентская неделя в Хакасии. Напомню, что новости Верховного Совета доступны и в интернете, например, в Твиттере. Официальный аккаунт сейчас на экране. Это был парламентский дневник. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова